рекомендую вам подписаться на канал артур in game который проходит различные игры такие как middle earth и рим 2 total war ссылку на канал вы найдете в описании под видео всем большой привет с вами диодан сегодня мы возвращаемся на территорию испании и как вы видите эту ситуацию можно описать разными словами культурными и не культурными я бы конечно же хотел не культурными словами описать но пока что давайте скажем в рамках приличия мы в полной жопе мы в полной жопе от мавров ну что тем не менее надо что-то делать надо планировать в общем тельма рыцари 37 лет покидает порту мы вынуждены покинуть к сожалению нашу провинцию поэтому ты отправляешься в саламанку и кстати желательно тебя защитить от этого товарища убийцы потому что мало ли что там сложится непонятно также мне в комментариях высказали что быть может мавританцы хотели на самом деле напасть на бургас и захватить его и зачем я ввязывался в тайну в эту войну совершенно непонятно но ситуация вот такая какая она есть и здесь вопрос а стоит ли нам вообще бороться за толеда опять-таки он стает перед нами или же следует утопать куда-нибудь отсюда подальше мне наш мне кажется что надо все-таки покинуть эти территории и свалить либо в саламанку либо в севилью что у нас там касаемо расходов и доходов очень все печально очень и очень все печально но ладно будем думать будем действовать порт короче говоря скорее всего мы с вами потеряем здесь конечно же в идеале было бы захватить лиссабона но как нему подобраться как нему прорваться банально поэтому что мы с вами делаем снимаем осаду уходим из толеда на территорию бургаса я надеюсь что вот эта мавританская армия столкнется с португальцами и удастся ее разгромить по сути это будет решающая веха нашей компании можно и так сказать ну а тем временем заканчиваем 70 ход вы знаете как на меня неохота опять становиться кочевым народом по типу польши потому что кочевая испания это какая-то наркомания на самом деле и нет ну реально никакого желания ну значит будем наблюдать смотреть конечно же мавры сейчас должны нанести сокрушающий удар по нам огромное количество армии как им противостоять ну порту я думаю ни у кого не вызовет вопросов что там нет вообще никаких шансов за один ход нет возможности подвести туда подкрепление ну и придется к сожалению сдавать это поселение теме и можно попробовать осесть в лиссабоне затариться побольше набрать и побольше войск уйти в дипломатию как-то 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 разрулить эту ситуацию ну не знаю получится или нет итак мавры что делают на удивление порту они у нас не штурмуют это даже хорошо занимают они знаменитую крепость которые очень часто осаждается маврами и которые они периодически захватывают а потом сразу ходят но нет мавры все-таки берут порту в осаду понятное действие они по-моему разобрались мятежниками кстати хорошо это же кто-то постоянно писал диадан когда что уже с этим проклятым мятежниками разберешься они тебе там грабит территории ну я все как да да нет и нет и нет не хотел не хотел но и в итоге мавры сделали работу за меня текст 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 ну что там заканчивается ход король там уже наверно не то что посидел он полысел от того что происходит его королевстве ну надо идти в бургас как как-то надо попробовать его взять каким образом я пока что не знаю нам нужна альтернатива толеда а без толеда делать тут нечего такс разведка что нам будет докладывать убить томас беккет банкротства ну португальцы что делают они банально садятся в бургас будут там сидеть и нам надо как-то прорываться к лиссабону временем убийца великого имама попробую час убить ему это не удается второй убийца попробует великую маму бить ему это удается красавчик настоящий мужик так ну это леда толеда у нас под осадой вообще конечно же можно попробовать просто посидеть здесь подождать подождать пока нас убьют самих такс ты у нас использовал свои очки да а нет не использую 15 процентов шанс давай братан давай убей его о боги ты просто царь 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 осада поселения ваши войска разбежались командир маршена ну понятное дело обнаружение лазутчика сводка новостей паломник дегустатор персонаж получил новый трейд замечательно садимся в саламанку получаем себе нового правителя желательно еще часть часть нашей армии перекинуть в лед что за фигня минус 641 ребятушки во 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 блин мавры вы должны просто брать этот толеда захватывать его чтобы я вовремя смог подойти потому что в противном случае это вообще полнейшая хана для вас будет ладно лазучка тем время отправляется на территории интересно тут мавры или еще арагон а тут уже скором времени мавры обоснуется но мурсии беззащитно можно попробовать в нее конечно же пойти принципе в принципе в принципе можно рискнуть а там уже дальше посмотреть какая ситуация стали это будет порту нам нужна альтернатива порту понимаете нам она необходима поэтому да дергаем своей армии на территории мурсии этот город я думаю надо будет захватить и так с лазучка на стоит у бургаса ставим его поближе к толеда чтобы он наблюдал саламанка ли он ну ли он я даже не знаю смог это не захватить или нет в принципе за 30 24 35 21 давайте еще один отряд туда дергаем и всякий пожарный ну и заканчиваем 71 ход я ласу то желает вашей смерти это наверное самая часто произносимая фраза вражеским войсками и так план какой берем мурсию принципе это богатый город можно будет его грабануть сжечь тактика кочевника включается снова держать мурсию можно попробовать и здесь посетить но понимаете там неподалеку мавританские замки вот видите в частности слева этому британский замок и оттуда рано или поздно к нам придут гости растягивать территории держать такие крупные гарнизоны ну хотя можно принципе мурсия может сама себя окупать по идее вот правда другой момент вступает то что мурсия это полностью католическая о господи полностью мусульманская в лионе нас убивают начинается то веселуха у чувака звездочки растут сами собой вы знаете у него там своя атмосфера что называется и так порту ну давай давай красавчик молодец захватывай что порту поцелуй себя в задницу не осаждает саламанку мавры похоже мавры решили серьезно за меня взяться как мы видим да с нами бог и два парашюта которых на тот момент еще не изобрели слушайте компания компания тут серьезный оборот принимает саламанку если потеряем ну ладно саламанка то еще но это страшно и терять тоже да а компания на самом деле хорошие на мой взгляд красивые битвы были поначалу к и штупешка была жесткая с маврами не разбирался этом чудо как но потом удалось провести парочку хороших перед но быть может быть может маврам удастся что-то там вдолбить голову они уйдут от нас посмотрим на пришел я в мурсию короче говоря благополучно мавры мавры покидают таледа усиляет гарнизон мурсии естественно сушить если реально чувствую каким-то загнанным зверем противник не не дает возможность никуда перейти кордова кордову взять это надо еще уметь ее взять называется у нас бюджет в нули не в лионе одного чувака убили порт упал все короче вася все херня давай по новой и так и так и так и так и так ну тем временем можно принципе прорваться к лиссабона мне кажется туда тоже мавры подтянут свои подкрепления встречаемся с мавританской армии и он даже драться то хочет ребят да ладно вы серьезно что ли король ассуре безжалостный 177 человек казнить всех пленных продолжаем наш прорыв к лиссабону но вот севилью можно попробовать взять севилью конечно же а здесь ну здесь надо ждать потому что высовываться такой армии это это плохая идея на самом деле нас на всех перебьют мавританский убийца шанс 26 процентов отлично забили его шикардос далее здесь у нас опять мавританский муэдзин мы его тоже попробуем убить стоп это а это арагонский убийца арагон слушайте сколько тут арагонских убийц ребятушки и сразу же арагонский полководец а все понятно хотят на халяву по сути получить это поселение посмотрим удастся им это или нет арагон видите так вовремя подсветился посмотрел кек-мек чё там происходит оба испанцам дают звездюлей а давайте-ка я подойду к то лето на халяву его завоюет пока там испанцы сыграй воевали с мавританией я спокойненько себе развивался отсиживался у меня на севере европы меня никто не трогает с маврами я особо там ну не бою и ну так там бывает что какие-то непонятные терочки но в целом все хорошо и в итоге в итоге когда наступает самый главный момент мы получаем звезды ну вот такие вот дела лада ребятушки а еще и на короля нападает давай убей его тварь и мавры идут на штурм саламанки ну ладно давайте командир то бит слушайте битва будет веселая конечно же бьемся насмерть нам терять принципе то нечего поэтому можно попробовать рискнуть так ну что ж ожидаем загрузочку план на биту какой противника в принципе нет полководца если попробовать убить его генерала то и думаю все это бомжи армия благополучно побежит этому разворачиваем войска видим вражескую армию осталось только найти его полководца который естественно находится где-то сзади и это а это у нас копейщики но тут видите тут правда другая беда огромное количество кавалеристов можно попробовать немножко по-другому поступить и где у нас там выход 2 из городских стен ну короче кто-то будет сидеть на стенах а кто-то этот сидеть на стенах у меня вообще не хочет что мать твою за ногу за херня происходит они хотят сидеть только здесь и здесь ну ладно короче говоря с чем с вами будем делать раз тактика тут блин не меняется вообще принципе даже если они и стены займут вообще по барабану тут главная задача наша это вот этих вот товарищей успеть вывести поэтому начинаем битву вводим их за стены противник сейчас пойдет в атаку ускоряем все это дело если особо ничего интересного не должно происходить а ну вот полезли первые ребятки хотя можно принципе попробовать туда и войска некоторые наши перести а у ее 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 и гренадских и нет и слушайте гренадских и нато нас тут могут перестрелять нормально так поэтому мы наверное с вами отойдем чуточку назад да 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 кого-то они там даже смогли отстрелять так да ребята стоять насмерть надо реально но наша задача еще убить вот этих вот копейщиков ламту то если мы их сможем убить тогда вполне вероятно что что-то и получится если нет то компания слита и так сбежим мы с вами же мы видите вот эти вот гранатских и нет они нам постоянно будут мешать они нам постоянно будут дергать закидывать нашего полководца и да ну просто посмотрите там половина отряда вообще сдохла и конечно же арабской кавалерии сейчас пытается защитить своего генерала ох господи вот интеллект до враг одерживает пресвятая дева ворота разбиты ворота разбиты возможно конечно стоило подождать пока противник весь туда ломанется но мы с вами отступаем арабской кавалерии пытается нас догнать ждем пока противник весь ломанется в центр города ну и что ж начинаем нападать на генеральский отряд противника можно рискнуть я думаю пошла 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 жара движуха там сейчас ребятам будет очень тяжело конечно же выстоять против этого натиска всем включаем оборонительный режим и желательно кому-то в том числе спуститься с городских стен ну и наступаем на копейщиков лампута чардж на копейщиков знаменитый диодантовские но тут блин без шансов отступаем назад надо снова взять себе разгон для чарджа надо выбить вражеского генерала а он отступает ну и снова нападаем хорошо что у них разрозненный строй это дает нам преимущество просто сокрушающиеся сметающие 142 140 130 снова отступаем у нас есть немного времени и снова идем в атаку снова идем в атаку на копейщиков и 122 115 110 они уверены еще раз отступаем еще раз отходим и снова идем в бой блин ребятушки ну давайте надо взять этого полководца убить его убить его любой ценой ребятушки давайте уверенный 6865 но ел юптель моптель обезьяна тут упорыл и давай сука бей вах я уже беситься начинаюсь добей его мать твою за ногу 55 50 60 40 ты мать твою что ли чертова дерьмо ублюдок ты тупорылый 36 человек ты когда не побежишь или нет 34 человека они стоят до конца 3230 господи они вообще не хотят вздыхать это какие-то неубиваемые пляха-муха они просто неубиваемые это потери саламанки это потери саламанки это по сути потери всей всей компании мы обречены молите господа чтобы он спас нас от поражение ой да сегодня мы испили горькую чашу да мы испили пипец какую горькую тяжу и в чашу поражения братан мы сегодня соснули и заглотнули очень и очень глубоко эти могу сказать да саламанка потеряна остается ли он блин ну давай давай быстрее выходи ты так в кошка будто я не знаю там плюс еще и на короля напали отступаем конечно идем в бой моджахид ибун дауд мать твою за ногу будем снова драться чё тут можно сделать еще да и граш игрушка мне тут конечно же приключений добавила испанский безумец да безумился ход битвы изменился в нашу пользу это первый шаг к победе да ладно ты серьезно я бы не был столь оптимистичен на твоем месте особенно если учитывать что у меня армия наполовину состоит из крестьян то этот оптимизм он даже знаете как-то очень странно выглядит на самом деле не за преимущество конечно в полководцы ополченцы с копьями хотя давайте рискнем надо забивать первую эту армию подпас пока она не получила подкрепление поэтому переводим всех этих товарищей вперед так 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 на ускоренном марше дергаемся полководцы переводим сюда вот это у муджахида конечно же забить бы на 2 ох посмотрите какие черные знамена прям как будто я с игилом воюю реально тут чуваки из исламского государства ко мне приехали алузитанские метатели дротиков просто просто царят и божат ну-ка нубийские копейщики давайте кидайте в них товарищи солдаты залп красавцы ну сколько вы там убьете 93 и булатная сталь просто грохнулась булатная сталь упала на как бы намекает что диодан ты творишь еще полную херню да ребята булатка короче у меня упала поэтому что мы с вами делаем мы эту булатку перезапускаем бывают такие краши очень невеселые так запускаем снова игру татара тарата продолжить кампанию там сейчас будет какой-нибудь крайний авто сейф можно конечно попробовать снова ту битву провести но вы понимаете о чем я 4 ти провести снова ту битва по-нормальному попробовать в убить все таки этого генерала ну если это нам получится да так она есть заканчиваем ход если долго мучиться что не получится ну что что даст по проведем эту битву я могу сказать надо использовать шансы а так и какой у нас план вообще может быть по этому поводу в принципе можно попробовать снять чуваков со стен наша задача не дать врагу вот именно прорваться прорваться через центральный ворот и ребята вы не подумайте ни в коем случае что и специально крашеную булатку что попробовать переиграть этот момент я бы на такое не пошел тем более что тут уже понятно что компания скорее всего слита и мне было бы только лучше если бы я побыстрее и закончил но как мы видим положение немножко другое наш крепость убили ну все погнали в бой командир то бит сушки быть копейщики вам планские как там ломатинский хрен пойми какие они реально лютые поцы очень жесткие очень жесткие но тем не менее мы должны снова попробовать что-то сделать здесь поэтому конечно все войска оборонительный режим копейщиков тут побольше ставим таким вот образом просто должны вот мясом взять копейщики копейщики вроде бы все копейщики у нас хотя нет кто-то там еще еще один отряд все начинаем битву мы строим всех в одну линию ускоряем время конечно же ну и давайте-ка ребятушки выпадут побыстрее туда перейдете поролы ублюдки только нет не вздумайте через эти ворота выходить шевелите своими ногами не на вы посмотрите на них они как будто издевается надо мной что бля просто пипец у нее ребятушки я прошу простить меня за мат но просто просто нет слов поводу моих вот этих вот товарищей господи какие они тупые какие вы мать вашу тупые и у меня откуда ты идешь обезьяна тупорылая ублюдок ты мохнатый импицил более это ребята уже просто смешно да просто меня там хранит меня хоронить сейчас господь будет идиоты мать вашу просто идиоты ладно и нападаем глузитанских метателей дротиков хотя можно попробовать как-то перехватить вот копейщиков ламтуна там просто жучайший вообще прорыв идет нападаем на садник да куда ж ты врываешься имбецил часть отряда вообще в городе находится сейчас дитанский дротиком вообще насрать на все это дело они и так готовы драться с нашей кавалерии ну нет конечно же все все очень плохо все очень плохо короче отступаем даже не получилось по нормальному выйти на этих копейщиков а мавры просто как тараканы но снова черт живым центре там кто-то стоит что-то происходит жалко конечно же кипящего масла нет было бы повеселее так умеренные уверенные отступаем снова мне там просто без шансов нас долбят 27 22 копейщики ламтуна снова нападаем на них сшибаем отступаем 123 122 но пока что пока что наши копейщики конечно же стоят ну давай ты отступай и снова нападаем на генерала надо как тут выше бить его поле но хрена то у нас получится 116 центр там уже падает потихонечку наши вот почему они такие медленные ребята просто не понимаю это мать копейщики ляха муха вас догоняют господи пассивный пассивные импотенты я не знаю как еще назвать этого генерала короче короче это просто жопа это просто жопа он друзья это бы закончим нашу серию я не знаю просто можно сказать давайте ребятушки думаю следующих же испанский безумец добегается всем пока пока как-то и рановато попрощался на самом деле потому что осадили ли он и судя по всему сейчас у нас будет крайне наш ход в котором мавры захватят ли он и на этом наша компания к сожалению закончится да неприятно неприятно ну тогда подводим итоги чем можно сказать мавры задавили экономикой экономика войсками пока я занимался всей этой вознюю с португалии там поднимал свою тему у мавров было больше свободы больше выбора у них был северный берег африки где они могли спокойно развиваться где их никто не трогал где никто не мешал и к определенному моменту это экономическое преимущество уже стало настолько велико что мавры начинают закидывать мясом то есть несмотря на то что у нас по качеству были войска лучше не хватает количество банально не хватает количество и мавры постепенно начинает доминировать и огромным числом своих армий они давят они не дают развиваться нам приходится держать постоянные гарнизоны из-за этого отсутствует экономика и фактически мавры оказывается впереди испания проигрывает вот такой вот он испанский безумец ребятушки прошу простить если чем-то если чем-то не устроил если чем-то расстроил но булатка реально очень хардкорная просто поиграть ее для себя на максимальном уровне сложности увидите что она где-то даже где-то даже немножко неадекватная ну в общем на этом все